Непростой профиль и сложные задачи. В этом деле важна не только грамотная терапия, но еще и постоянный контроль пациентов после и между курсами лечения. Сегодня поступил к нам пациент на четвертый курс лекарственной противоопухолиохимиотерапии. Сегодня мы делаем ему введение инфузионное и также он у нас получает сухую химию. Химиотерапевт Лилия Сафаргалиева в профессии недавно, но, судя по отзывам пациентов, тут дело не всегда в количестве пройденных лет. Очень внимательный, чуткий персонал. А молодые, кому надо продолжать старших сын? Нормальные отношения. Хорошие специалисты, мне нравятся. Лечением непростых заболеваний Лилия Ренатовна заинтересовалась в университете, когда проходила учебный цикл на базе онкодиспансера. После стажировалась в Центре онкологической помощи. Здесь и осталось, чтобы помогать людям и развиваться вместе с направлением. Диагностика и методы лечения с каждым годом становятся все лучше. Проводим противоопухолиохимиотерапию и диспансеризацию. Никогда их не отпускаем, не оставляем один на один. Всегда их курируем. Болеете за каждого пациента? Конечно, душой всегда с ними. Стараемся их поддерживать, направлять, настаивать на лечение. Центру онкологической помощи Третьей горбольницы полтора года, но уже тысяча ульяновцев прошла через эти стены и руки внимательных врачей. Заболевания молодеют, а главная диагностика позволяет выявить недуг на ранней стадии. Отсюда и растущее количество пациентов. Молодых специалистов мы ждем всегда с нетерпением. На сегодняшний момент у нас есть предложение для абитуриентов, для выпускников. У нас проходит по целевому набору порядка 26 человек, но мы ждем их в будущем, когда они окончат свое обучение. На сегодняшний момент клинических координаторов у нас три. Мы ожидаем двух онкологов и одного терапевта. Важный момент в работе молодого врача – поддержка опытных специалистов. И здесь ее оказывают не только работающие рядом наставники, но и врачи-онкодиспансеры, с которыми поддерживается крепкая связь. Ксения Грищенко, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.